Ну что, коллеги, еще раз всем доброе утро, для кого-то добрый день. 13.00 в Тюмени, 11.00 в Москве. Прекрасное, на мой взгляд, время, чтобы начать наше сегодняшнее мероприятие, вебинар. Приветствую всех, меня зовут Пухов Дмитрий, я руководитель агентства туризма и продвижения Тюменской области. И сегодня мы встречаемся с вами по поводу ставшей уже регулярной чартерной программы «Открой врата Сибири», которая подразумевает под собой путешествия для туристов из Москвы в Тюменской области, город Тюмень в частности. Пока мы начнем обсуждать всю эту программу, параллельно напишите, пожалуйста, в чат, а кто у нас был в гостях и какие у вас остались впечатления. Может быть, кто-то из присутствующих здесь сегодня уже в прошлые проекты чартерные уже отправлял, ну, может быть, и сам ездил, и туристов отправлял, поэтому тоже не стесняйтесь обмениваться информацией. И стоит сказать отдельно, что сегодняшнюю презентацию мы проводим с приятной опцией, и по окончанию вебинара мы разыграем сувенирную продукцию от туроператоров «Анэнсан», поэтому слушайте очень внимательно. В рамках презентации по какой-то из тем я задам один вопрос, тот, кто первый на него ответит, собственно, станет прекрасным обладателем памятного сувенира от туроператоров «Анэнсан». Поэтому, собственно, предлагаю начинать. Сейчас я посмотрю, как у нас дела с участниками. 58 участников. Супер. Притом, сегодня здесь в чате присутствуют, ну, и вообще на мероприятии присутствуют, в том числе и туроператоры Тюменской области, которые отвечают за прием туристов. Поэтому, если будут какие-то вопросы, можете оперативно писать в чатах, в том числе коллег. Итак, прошу подключаться к этим вопросам, чтобы… Ой, Татьяна Швецова, спасибо вам большое. Да, мы лучше и надеемся, что как можно больше людей об этом узнает, приедет, посмотрит, увидит, испытает это все на себе. Ну, собственно, коллеги, давайте начинать. Чартерная программа «Открой врата Сибири», проект «Визит Юмэн», «Панэнсан», поехали. Первый момент, который стоит до всех, наверное, донести, это то, что Тюменская область – это недалеко. Потому что есть ассоциация, какие там Сибирь, это где-то там полдня добираться, страшные медведи по улицам ходят, летом сугробы и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, Тюменская область – это один из самых быстро развивающихся регионов в целом. И долететь до нас можно достаточно быстро, там, из Москвы, это, грубо говоря, 2 часа 15 минут, из Казани – час 40, из Санкт-Петербурга перелет займет 3 часа. Прошу прощения, у меня тут все, к нам какие-то вызовы происходят. Значит, кроме того, Тюменская область славится своими классными, прекрасными, ровными, комфортными дорогами. Поэтому путешествовать к нам – это одно удовольствие, хоть на самолете, хоть на машине, хоть на общественном транспорте. Кстати, недавно мы принимали и туристов, которые путешествуют на ЖД-куризах. В Тюменской области очень развита и инфраструктура, которая позволяет принимать туристов. То есть есть аэропорт в Тюмени, международный аэропорт Рощина. Более 2 миллионов человек в год этот аэропорт принимает, и более 45 направлений обеспечивают в плане авиасообщения. А в сентябре прошлого года во втором очень интересном городе Тюменской области, в городе Тобольске, открылся аэропорт имени Ремезова, который работает по целому ряду направлений. Москва, Питер, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут. Сейчас там происходит определенная ротация, то есть там, например, авиакомпания «Победа» уходит, но мы ожидаем, что сейчас эту нишу займет авиакомпания «Россия» и «Норвенда». Поэтому добраться до нас можно как через город Тюмень, так и через город Тобольск на самолете. С точки зрения объектов размещения, в целом в рамках развития туризма у нас более 20 партнеров, которые отвечают за размещение наших гостей. В том числе есть отели 3 звезды категории, 4 звезды категории, в том числе такие международные сети, как «Меркьюри», как «W3 by Hilton» в регионе представлены и готовы принимать наших гостей. Ну и, наверное, те, кто был в парк-отеле «Лето-лето», тоже могут в чате написать, каково это было, насколько вы остались им довольны. Это на самом деле один из уникальных объектов, которым мы очень гордимся. Чем же заняться в Тюменской области? Как я говорил ранее, это не то, что там Сибирь, где-то далеко в глуши. Это на самом деле классное направление, в котором можно найти для себя развлечение, вот в принципе по любому направлению. То есть один из ключевых моментов, которым мы гордимся и всячески это презентуем, это наши термальные и минеральные воды. В 2019 году мы получили так называемый статус столицы термальных вод России, чем очень гордимся. И, по сути, если вы знаете, на территории Тюменской области искали нефть, нефть не нашли, но зато нашли много-много минеральной воды подземной. И поэтому мы, собственно, стоим на древнем Сибирском море. И вот эта минеральная вода, которая находится у нас там, по сути, под ногами, она сейчас активно добывается и используется как в направлении wellness-туризма, так и, в принципе, в различных оздоровительных мероприятиях. Поэтому всех гостей региона мы обязательно приглашаем на наши горячие источники термальные. Это незабываемое впечатление и сопоставимо с теми же европейскими какими-то курортами, которые предлагают такие же опции. Кроме того, в самом городе можно прекрасно погулять, посмотреть легендарную четырехуровневую набережную реки Туры, прогуляться по нашим купеческим кварталам в центре города, попробовать всевозможные сибирские деликатесы, включая четыре вида так называемой царской рыбы, которой мы также гордимся и рекомендуем всячески ее попробовать. Кроме того, необходимо всем и каждому обязательно посетить древнюю столицу Сибири, город Тобольск. Будем надеяться, что все там тоже, многие из присутствующих там тоже были. И вот на слайде на этом вы можете увидеть в правом верхнем углу как раз пейзажи этого прекрасного города, в котором находится одно удовольствие. Кроме того, мы гордимся, что у нас в регионе, в Тюмени в частности, живет прекрасный человек Югер Рязанцев, художник-филумист. Филумизм – это запатентованная им технология написания картин. Он выставлялся в Лувре, в скором времени будет выставляться в Санкт-Петербурге, в Музее современного искусства. А здесь у нас он живет, работает и творит. Поэтому есть что посмотреть с точки зрения современного искусства. Кроме того, есть и прекрасный небольшой город Елутерах, с которым пекут самый большой в России, блин, диаметром 3 метра, он занесен в Книгу России. Поэтому можно и прикоснуться к каким-то нашим сибирским традициям, к нашей сибирской культуре и принять в ней активное участие. Ну и, соответственно, очень часто при слове «Тюмень» у всех возникает ассоциация «нефть». И, как я говорил раньше, в самой Тюмени нефти нет, но зато есть подземное минеральное море. Но при всем при том, для всех желающих узнать о теме нефти больше, можно приехать к нам, побыть в роли настоящего нефтяника в туре «Черное золото Сибири» и даже отведать легендарную «Уху с нефтью». Кто пробовал «Уху с нефтью», напишите в чате, пожалуйста, как вам это, собственно, понравилось. Или, может быть, не понравилось. Отдельно про термальные комплексы. С учетом того, что направлений для выездного туризма, скажем так, не добавляется, мы считаем, что наше вот это древнее Западно-Сибирское море, или же море-заменитель, как мы его называем, это прекрасная возможность этим морем воспользоваться. Притом, пользоваться им можно круглый год, когда на улице холодно, и когда на улице тепло. Поэтому они обеспечивают круглогодичную воду для туристов. В целом в регионе у нас более 20 различных термальных комплексов, разных ценовых категорий, премиального формата и более экономичного формата. Соответственно, температура в этих источниках от плюс 4 до плюс 48 градусов. Вода имеет достаточно высокую минерализацию. Бром, йод, железо, натрий, хлорид, натрия, фтор, литий и другие. И в целом каждый наш источник имеет бальнеологическое заключение, в рамках которого прописаны те полезные свойства этой минеральной воды, в которую вам предстоит искупаться. Ну и, соответственно, есть разный формат этих комплексов. Бывают те, которые находятся в черте города, есть те, которые находятся на небольшом удалении, находясь в которых можно любоваться прекрасными природными пейзажами. Активности. Безусловно, все, что связано с современными активностями в нашем регионе, есть активно развивается, то есть это и рестораны. В летом у нас запускается большое число летних веранд различных. Кроме того, у нас в регионе даже проходит конкурс среди предпринимателей, которые занимаются подобным видом деятельности. Поэтому это направление развивается, и можно каждый день поприсутствовать на какой-то новой локации и получить незабываемые впечатления. Безусловно, музейные объекты, то есть познавательный туризм – это одна из наших сильных сторон. То есть, если мы говорим про Тобольск, это вообще город-музей в целом, и на каждом шагу все пронизано историей, какими-то интересными фактами. Также есть достаточно большое количество пешеходных маршрутов по городам. На реке Турея можно организовать и различные водные прогулки на теплоходах. Тем, кто любит единение с природой, есть различные копарки, глэмпинги, которые можно посетить и, скажем так, полюбоваться красотой нашей, назовем так, тайги. Ну и, безусловно, сувениры, мастер-классы, различные события, которые проходят в регионе, различная культурная повестка, экскурсии, набор их очень большой, и, в принципе, всем рекомендую заглянуть на visitumen.ru, там мы регулярно обновляем подборку текущих в моменте каких-то событийных мероприятий, которые также можно посетить. Отдельно по городам. То есть, в первую очередь, город-прилет это Тюмень, первый город Сибири. Действительно, именно с этого прекрасного города началось вообще освоение Сибири. Это исторический купеческий промышленный центр. Все, что связано с параметрами современного и развивающегося города, это, безусловно, у нас есть. То есть, это все, что связано с городскими парками, скверами и какими-то общими пространствами. Ну, а нашу набережную, и, в принципе, если слышали, наши местные жители называют Тюмень лучшим городом земли. Я уверен, что это не из пустого места взялось. Тем, кому нравятся различные деревянные зодчества и так далее, тоже есть что посмотреть. Наш город Тюмень. В нашем городе расположены старинные купеческие кварталы, где это все можно посмотреть. Отдельная история – это сибирская кухня, которую я затрагивал. И, конечно же, для удобства наших гостей мы в городе обеспечим бесплатный Wi-Fi, который называется Тюмень-фри. Тобольск – отец городов сибирских. Жемчужина нашей прекрасной Тюменской области. Вообще, Тобольск – это исторический центр управления Сибири. И Тобольская губерния, вообще, по сути, можете посмотреть на карте, какое пространство занимало эта Тюменская губерния. И, соответственно, отрядки для Камчатки, включая Аляску, все это входило в эту самую Тобольскую губернию. Город Тобольск – это третий духовный центр России после Москвы и Санкт-Петербурга. После визита Владимира Владимировича Путина в 2003 году началось очень активное восстановление города. И за 16 лет в инфраструктуру Тобольска вложили более 13 миллиардов рублей. На территории города действует 11 музейных комплексов, 32 объекта культурного наследия. И наш белокаменный Кремль, единственный за Уральскими горами, тоже можно, соответственно, посмотреть. Для тех, кто любит острые ощущения, можно даже остановиться в тюремном замке, там есть даже хостел, и испытать все прелести и интересные ощущения. Ну и, конечно же, музей семьи императора Николая II. Для тех, кому близка история темы Романовых, сколько раз был на этой экскурсии, каждый раз открывает для себя что-то новое. Ну и, соответственно, кроме того, всем рекомендую еще посмотреть фильм «Тобол», который в том числе снимался как раз у нас в городе Тобольск, и даже остались определенные декорации, которые сейчас развиваются. На месте этих декораций построен тематический парк «Тобол», где наши гости могут принять участие, по сути, в этом фильме, померить эти костюмы, поучаствовать в различных активностях. Поэтому всем рекомендую посмотреть фильм «Тобол», узнать чуть больше о Сибири. Безусловно, если мы из Тюмени выезжаем в город Тобольск, по пути мы обязательно останавливаемся в селе Покровском. Село Покровска – это родина известного во всем мире человека Григория Фимича Распутина. Очень мистическая личность, очень много различных легенд ходит вокруг этого человека. Так, коллеги, вот Галина Иванова пишет, что нет презентации, а у остальных видно презентацию? Плюс, плюс, плюс. Галина, попробуйте перезайти, пожалуйста. Соответственно, Григорий Распутин, как я уже сказал, известен на весь мир. И для того, чтобы узнать об этом человеке, для того, чтобы проникнуться определенными таинствами вокруг его истории, у нас прямо в селе Покровском создан первый в России частный музей имени Григория Фимича Распутина. Основная, наверное, фишка этого музея не только в том, что можно проникнуться в историю этого интересного человека, но и в этом музее выставлен легендарный венский стул, обеспечивающий удачу и карьерный рост. В рамках экспозиции регулярно рассказывают о том, вот Сергей Семенович Собянин, знаете, наверное, такого прекрасного мужчину, посидел на этом стуле, он же губернатором Тюменской области был, и вот через некоторое время получил приглашение уехать в Москву. Владимир Владимирович Якушев, губернатор Тюменской области, посидел на стуле через некоторое время, получил приглашение и уехал работать в Москву на очень ответственную должность. Поэтому стул работает. Коллеги, кто бы в прошлый раз сидел на стуле, напишите, какие позитивные изменения в жизни у вас произошли. В чатике, пожалуйста. И Луторовс, да, это город, о котором я вкратце говорил в самом начале, маленький город для больших людей, мы считаем, что это прекрасное место для того, чтобы провести там выходные с семьей, и посетить этот очень самобытный, уютный город. Там для гостей мы предлагаем погрузиться в карнавал, в сибирский карнавал, где в рамках одного мероприятия можно, по сути, принять участие во всех ключевых сибирских праздниках. Это и Масленица, это и Капуста Барни, и другие, другие, другие. Также там проходит битва блинопеков, как я уже рассказывал, в рамках масленичных мероприятий, например, там выпекают самый большой блин в России. Также и Утровск, это родина господина Мамонтова, купца и мецената, а также родина конфеты Гулливер, если кто-то такую пробовал. Надеюсь, она вам понравилась. Собственно, сама по себе чартерная программа запускается с 29 апреля, соответственно, тайминги вы можете видеть на слайде. заезды 29-го, 0-4-го, 3-го мая, 7-го мая. Соответственно, 5 дней, 4 ночи. Какие программы... А, sorry, какая полетная программа? Значит, полетную программу обеспечивает авиакомпания Ямал, традиционно норма провоза багажа 20 килограмм плюс 5 килограмм ручная кладь, время в пути 2 часа 40 минут. Какие тематические турпакеты мы предлагаем, и прекрасная компания Fun&Sun их реализует? В первую очередь, это самый, наверное, простой пакет, который можно приобрести, так называемый Привет, Сибирь, Лайк. Тур рассчитан на тех, кто, в принципе, хочет сам формировать пул тех экскурсий или посещения тех объектов, которые ему интересны, поэтому, по сути, он включает в себя перелет, трансфер, проживание в отеле и обзорная автобусная экскурсия по городу Тюмень. Ну и, соответственно, в рамках доплаты можно предложить различные экскурсии. Это и поездки на термы, это и, соответственно, поездка в Юлутаровск, это все, что связано с темой нефти, о которой мы говорили, черное золото Сибири, поездка в Тобольск, также тем, кому нравится тема этнического туризма, у нас есть отдельное предложение в гости к народам севера, где можно познакомиться с бытом наших коренных народов. Ну и, соответственно, в ресторане Чум провести дегустационный обед. Это не просто ресторан, музей-ресторан. Ну и, соответственно, для тех, кому интересно не только получить впечатление, но и поделиться с родными и близкими, мы предлагаем экскурсию на Михайловский рынок. Это один из ключевых наших объектов, где можно найти массу местных предпринимателей, фермеров, которые предлагают свою продукцию. И вот я, наверное, предложу коллегам из Туи увеличить размер багажа вдвое, чтобы коллеги таки могли хоть раз увезти все, что они хотят там купить. Ох, простите, рано. Второй тур более насыщенный «Привет, Сибирь Стандарт». То есть дополнительно, кроме автобусной экскурсии, туда добавляется экскурсия в Тобольск. «Романовый» в Сибири, это, кстати, один из самых популярных пакетов по прошедшим нашим волнам чартованной программы. Все, что связано с пребыванием семи «Романовых» у нас, тема раскрыта полностью. И, соответственно, в рамках этого тура можно будет побывать и в Тюмени, и в Тобольске, посетить все ключевые музейные объекты, связанные с «Романовыми». То есть это и история, изучить историю дома «Романовых» в Тюмени, посетить как раз музей Григория Фимовича Распутина, посетить Абалакский, может быть, монастырь, музей семьи Николая II, соответственно, прогуляться по территории Тобольского Кремля и посетить еще дворец Наместника и Тобольскую Косторезную фабрику. Ну и, соответственно, дополнительно можно к этой программе докупить поездку на термальные источники. Ну и, соответственно, четвертый пакет «Сибирь по своей воле». Тур для тех, кому в целом интересно посмотреть на регион со всех сторон. То есть кроме опции «Привет, Сибирь», кроме, соответственно, обзорки, дополнительно еще происходит посещение музея усадьбы Колокольниковых, музея истории крестьянского быта. Также ездим к Распутину, посещаем Тобольский Кремль, тот самый тематический парк Тобол, о котором я вам разговаривал, музей-тюременный замок, дворец Наместника, ну и, соответственно, дополнительно наши гости могут докупить экскурсию на, ну точнее, поездку на наши термальные источники. Здесь, в частности, предлагается источник Верхний Борг. Ну и, соответственно, дополнительные экскурсии можно точно так же предлагать гостям. Отдельная экскурсия есть Тобольск, древняя столица Сибири, Сибирский Карнавал, Вилутаровский, Черное Золото Сибири, Михайловский рынок, Сибирские термы и гости к народам севера. То есть, порядок цен вы можете видеть на этом слайде. Акции Туи России, вообще, Fun and Sun. Повышенная комиссия 12%, 500 рублей бонус менеджера агентства до 30 апреля 2022 года. Так, поэтому специальные условия есть. Сейчас про Тюмень, которые были в самом начале. Сейчас я попробую отмотать. Имеется в виду, Елен, вам нужны тематические турпакеты или какие турпакеты? Какие слайды? Напишите, пожалуйста. Чем заняться в Тюмени? Есть. Поэтому, коллеги, многие из вас, я уверен, когда к нему обращаются клиенты, готовые посетить что-то новое и интересное, а Тюмени совершенно не знают. Поэтому мы каждый раз проводим достаточно большое количество инфотуров для того, чтобы в том числе те агенты, которые занимаются развитием российского туризма, активно пробовали сами все направления, которые предстоит продавать. Поэтому я уверен, что в том числе вот здесь у нас многие участники сегодняшнего мероприятия у нас даже побывали и делятся впечатлениями. Потом, чуть позже все вопросы прочитаю и на все отвечу. Поэтому сейчас опять же на фоне того, что количество открыть эти врата Сибири и посетить наш прекрасный регион. Давайте тогда вернемся к последнему слайду. Это, соответственно, все, что касается мотивации. То есть повышенная комиссия, дополнительный бонус, который есть смысл прямо сейчас активно применять. Ну и в продолжение нашей первоначальной обводной, когда мы говорили, что для тех, кто очень все внимательно послушает, будет разыгран сувенир от Fun and Sun. Собственно, вопрос, какой диаметр самого большого блина в России выпекается в городе Елуторовск? Напишите, пожалуйста, кто первый. Пошли две. Ой, пять метров. Круто, не дотянулись пока немножко. Так, еще, еще, еще. Один метр, коллеги, сразу скажу, это блины, которые выпекаются в рамках мероприятия битвы блинопеков. Там действительно выпекается метровый блин, а на масленицу выпекают трехметровый. Поэтому первый ответ у нас дала Галина Иванова. Поздравляю, Галина. Вот, ниже, пожалуйста, посмотрите сообщение, напишите, пожалуйста, на e-mail, чтобы с вами договорились, как получить этот сувенир. Собственно, пробежимся по вопросам. Лето, лето, только не в празднике. Огромное количество людей в аквапарке, термальной зоне. Галин, безусловно, в рамках праздничных дней действительно очень высокая нагрузка на этот комплекс. Поэтому, безусловно, чем популярнее место, тем больше там желающих. Так, рыбалка организована, есть ли у нас? На самом деле, у нас недалеко от Тюмени есть проект, который называется Fish Park. На всякий случай напишу, запомните, где, соответственно, можно провести мероприятие по рыбалке. Там есть организованные домики, там можно взять аренду, все необходимое снаряжение, можно повылавливать разные виды рыб и, соответственно, тут же воспользоваться гриль-зоной. Так, 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 сейчас дальше листаем. Видно, 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 видно. Посидела, началась пандемия. Уверен, это не от стула. Стул работает только для мужчин. есть такой момент, ну, точнее, такая легенда есть, но я уверен, что те, кто действительно верит и ждет, то и женщинам все прекрасно помогает. На чем Туи планирует летать из Москвы в Тюмень авиакомпания Ямал. Так, на Тобольск один день достаточно. Значит, коллеги, смотрите, вообще, вот по опыту, если посетить весь набор ключевых объектов, да, это там касается музеев и посетить разные ресторанчики очень вкусные, то я уверен, что оптимально это, ну, не менее двух дней. Поэтому, в принципе, там такая опция двудневного Тобольского наших туроператоров есть, и, собственно, можно, собственно, этим пользоваться. Так, возможно, длинные туры без авиаперелета бронировать. коллеги из компании Fun and Sun, пожалуйста, прокомментируйте, есть ли там какие-то нюансы, но вообще никаких проблем я не вижу с этим вопросом. Там, Марина Борисовна у нас здесь, по-моему, в чате, напишите свои контакты, чтобы коллеги обратились к вам по поводу продуктов с наземным обслуживанием. Наверное, будет так правильно. Можно всю презентацию. Коллеги Fun and Sun, опять же, я предлагаю тогда, наверное, ссылку коллегам отправить, для того, чтобы они могли эту презентацию посмотреть и держать под рукой. Так, дальше едем. Костерезная фабрика это сама фабрика или мастерские? Это сама фабрика. Презентация. В какое время года лучше ехать? Вот, честно вам скажу, для каждого времени года есть свои фишки. Если вы летите, например, на новогодние праздники, есть отдельная история, которую мы предлагали в прошлый пакет, так называемое Рождество по-сигирски, когда можно на этой праздничной неделе побывать в Тюмени, в Тоборске, там и тема термальных источников раскрывается прекрасно, и тема какой-то новогодней сказки, и именно вот этого духа Рождества, потому что Тобольск, он идеально подходит под какую-то такую рождественскую историю. Притом, если мы возьмем, например, обратный сезон, лето, да, это история, которая раскрывает все, что связано с нашей живописной природой, да, и в Тобольске, и в Тюмени, можно найти безграничное количество летних развлечений. Поэтому, в целом, мы позиционируем Тюменскую область как регион, в котором ярко выражены все четыре сезона, да, это зима, и лето, и весна, и осень. Поэтому, вот, можно ехать круглый год. Так, условия оплаты тура какие? Это коллеги, наверное, партнеры из Фанэнсан должны подсказать. Дополнительно комментируют, туры подходят под кэшбэк. Запись. В программе туров проживания в каких отелях? Значит, один из ключевых партнеров уровня три звезды это отель Восток в рамках отеля четыре звезды. Сейчас уточним, что уж наверняка. Есть ли мини-вип-группы? Так, по четыре звезды ключевой партнер это отель Евразия. То есть, три звезды Восток, четыре звезды это Евразия. Так, это ответ Татьяне. Далее, мини-вип-группы организовать можно все, что угодно. Действительно, вот, солидарен с Викторией, можно написать запрос фонансан, коллеги обратятся и все организуется. Так, а, вот, собственно, наземное обслуживание представлено в разделе без перелета, это к вопросу, как купить без перелета. Для индивидуальных групп тоже организовать все можно, давайте сделать запрос. Собственно, коллеги, по информации у меня все. Если у нас никаких вопросов нет, то предлагаю прощаться, идти активно торговать, 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 торговать прекрасными турами. Вам большое спасибо, что были активны, спасибо, что задавали вопросы. Всегда приятно читать позитивные отзывы от тех, кто у нас был. И я у вас выверяю, ни один турист, который к нам приехал, равнодушным не остается. Поэтому хороших всем продаж, повышенная комиссия работает, 500 рублей бонус-менеджер агентства не лишние. Собственно, до 30 апреля надо успевать эти предложения реализовать. Коллеги, большое спасибо, всем пока.